Привет! Сегодня расскажу вам про потешку сорока-ворона. Наши дедушки и бабушки играли с нами, с нашими мамами и папами. И эта потешка очень полезна. А знаете для чего? Во-первых, это массаж ладоней. Когда мы малышу распрямляем ладошку, у малыша ручка сжата, и мы распрямляем ему пальчики, массируем ладошку. Это очень полезно для развития мозга и для развития речи. То есть мы массируем ладошку, проминаю, когда сорока-ворона кашу варила, и потом массируем мы каждый пальчик. Этому дала, этому дала, этому, а этому не дала. А вот здесь мы говорим о том, что тот, кто трудится, тот и ест. Для того, чтобы что-то получить, необходимо трудиться. И мы малышу закладываем это уже на генном уровне, что необходимо что-то делать, для того, чтобы потом что-то получилось хорошее. А не просто сидеть на печи и ждать, когда тебя накормят. Что еще? Мама с малышом здесь налаживает тесную эмоциональную связь. Ведь часто мамы не знают, как подступиться к малышу, во что с ним играть. И эти потешки очень помогают маме сблизиться с малышом. Сорока-ворона кашку варила, кашку варила, деток кормила. Этому дала, этому дала, этому дала, этому дала, а этому не дала. Ты дрова не рубил, печь не топил, кашу есть не будешь. Давай на другой ручке сыграем. Сорока-ворона кашку варила, кашку варила, деток кормила. Этому дала, этому дала, этому дала, этому дала, этому дала, а этому не дала. Ты дрова не рубил, печку не топил, кашу есть не будешь. Любите своих детей! БУ available! Продолжение следует...